здравствуйте мои дорогие я вас приветствую на своем канале прямом эфире на канале наталья разумовская и сегодня я хочу с вами поделиться секретами женскими потому что самые секретные женские секреты находятся у женщин которые уже в интересном возрасте веселым как я его называю потому что мы уже прожили жизнь мы знаем как обращаться с мужчинами мы знаем как их заманить свои ловкие сети и поэтому я хочу с вами поделиться теми знаниями которые у меня есть но у меня конечно какие знания у меня знания это обереги у меня это привороты у меня это обряды это слова которые ну просто волшебные наверное которые нужно произносить и произнося эти слова мужики не могут стоять чтобы их привлечь к себе чтобы они видели только вас часто бывает такое что девочки себе уже разуверились и говорят что я не одевала какие платья не одевала какие наряды там или кольца там чего ко мне даже на меня даже внимания не обращает когда я говорю слушайте 20 лет и вы одинокий и у вас не было мужчины чтобы выйти замуж она говорит да не было вы представляете вот я честно говоря я себя такого не представляю если ты хочешь иметь семью если у тебя есть такое настроение то масса возможности эту семью завести каким образом можно мужчине показать какая ты красотка то ты лучше всех что ты красивее всех что у тебя глаза безумно интересные то ты можешь разговаривать красиво а как вы думаете это нужно сделать а можно сделать прочитал для себя любимой за как то есть заговорить лично себя я не говорю о том что вы будете какие-то привороты для мужчин делать я считаю это большим грехом потому что делая привороты на мужчину ты его судьбу перечеркиваешь ему дана вот такая вот судьба на тебе милый твою судьбу и тут приходит такая дама которая решила что он страшно ей понравился она берет читает приворот человек меняет свою судьбу кардинально начинает жить не своей жизнью и при этом дама думает что она самая счастливая что с ней этот мужчина тоже будет счастлив но какой-то момент проходит по любому приворот не может он вечно на человеке держаться и когда этот приворот проходит пораньше семьи разводятся когда он приходит проходит попозже человек начинает пить потому что осознавая то что твою судьбу перевернули это я думаю ничего приятно никому в голову не придет хочется просто напиться и забыться но я думаю так вот мужчин никогда нельзя вмешиваться чужую судьбу это прерогатива самого нашего бога и поэтому забудьте что такое приворот но есть такие заговоры которые превращают самую простую девочку женщину бабушку красотку ну понятное дело что я всегда рекомендую следить за собой это однозначно но бывает такое что ты кажешься себе некрасивый то у меня нос большой то у меня уши большие то у меня волосы редкие но мы женщины найдем в себе изъяны это сто процентов вот мы ж такие красотки которые всегда скажут что у них что-то не так то я толстая то я худая то то у меня груди нет то и она много но очень слушайте все что бог дает все отлично и все красиво когда вы научите любить себя такой какая вы есть все у вас будет получаться потому что когда ты любишь себя ты все такая идешь с улыбкой с хорошим настроением смотришь на мужчин и думаю боже да вы мне не достойно я вот такая красивая а вы так просто мимо проходите и глядя на вас мужчины конечно начнут на вас обращать внимание сегодня я хочу вам дать заговор при котором ты становишься красиво ты становишься необыкновенный я бы не говорила что это заговор на очарование это совсем другой это говорит заговор на привлечение мужичин которые не могут пройти мимо вы идете такая вот ну естественно девочки наш ходить вот плечи расправил походкой такой идешь такая глянула вот так вот на мужика не так вот вот как вы ходите глаза опустила и дудом смотрю на дорогу чтоб не спотыкнуться на камешек не наступить вы должны смотреть по сторонам где там мои мужчины вы такие взгляды бросаете понятное дело и мужчины отвечают вам взглядами поэтому когда вы прочитаете то что я вам сейчас скажу а потом напечатаю вам видео это то тот заговор который вы должны читать а когда вы должны читать когда вы помыли голову чешите себя расческой и капельки все равно будут на вас падать те которые вы будете вычесывать голова должна мокрая чуть-чуть провокните полотенцем а можете прямо после того как помыли чесать расческой стоя прямо в ванной ничего страшного то есть нужно чесать расческой по мокрому волосу можно по любому можно выйти вытереть немножко полотенцем оставить волосы мокрыми и тоже чесать и пока вы чешете расческой расческу нужно новую купить это может быть щетка это не обязательно вот как мы говорим расческой это с зубцами это может щетка будет той щеткой которая вам будет удобно тут не важно потому что когда вы будете чесать вы же себя по голове будете гладить будете говорить о какая красотка ну в общем это слова такие это не я вам так говорю хотя можно вам так говорить потому что каждая девочка каждая женщина она красива по своему никогда не думайте что вы не красивы все что дает я знаю таких девчонок что их природа обделила и то не так и это не так и лицо я помню одной девочки знаете как оспой было побито но она так могла себя преподать она так разговаривала она и замуж вышла и детей нарожала и всю жизнь прожила вот такой тарахтушка веселушкой это все у нас внутри то что у нас вот здесь никто этого не видит и мужчина будет говорить вот там шла такая красавица с длинными ногами с такой фигурой я говорит так гляну ищу где же моя любимая вот так вот идет переваливаясь с ножки на нож ну это самая лучшая походка моей любимой женщины поэтому никогда не отчаивайте помылась все равно вы моетесь все равно купаетесь возьмите себе на стенку приклейте в ванной этот заговор и всегда когда чешете с расческой заведите эту одну расческу только вашу если кто-то тронул можете новую покупать и поэтому когда вы почешетесь возьмите ее куда-то спрячьте чтобы не испортили вам эту расческу новая расческа вы в ванной помыли голову помыть не просто намочить волосы а хорошенечко помыть волосы должны быть чистыми вы гладите себя этой расческой со всех сторон и читаете слова слова можете приклеить на кафель в ванной держать потому что мокрыми руками будет неудобно но смотрите как хотите вы учите наизусть как хотите вы сделаете но это ваше дело слушайте как это все будет изучать что вы будете читать гладить себя расческой по голове и говорить господи как люди ждут весну дожидаются как красно солнышко умиляется так бы и мне божьи раби радовались мужики юные и старики глядели любовались за мною уявались старые старички зрелые мужички молодые молодцы и безусые юнцы с честью принимали с почетом уважали на ножки все при мне вставали в беседах слово давали лезли бы ко мне миловаться мечту держали поцеловаться всем словам ключи всем делам замки во имя отца и сына и святого духа ныне и пресно и во веки веков аминь все работа закончила можешь вылазить голову высушивать и соответственно словам вести себя вы же понимаете что если ты вышли на улицу после таких слов эх вот так вот плечи расправил и идет красотка пусть дома там ничего не ладится пускай убирать не хочется брось все выйди на улицу солнышко светит дождик идет еще лучше выглядываешь и под зонтикой строишь глазки вспомните что вы женщина вот когда читаешь на одно ж удовольствие чтобы старики на тебя смотрели и молодцы и такие и сякие и юнцы ты чтобы на тебя обратили внимание а обратят внимание ты ж будешь себя чувствовать помните как по молодости идешь такая вся ой молоденькие вообще все красавицы все вот я вам говорю все же еще такое налитое все такое красивое и понятно когда они идут и все на них оборачиваются молодость это всегда очень красиво но нужно пронести все через все свои годы то что ты действительно ты женщина ты женщина и ты можешь управлять всем миром потому что тебе Бог дал такие бонусы в виде всего что мужчинам нечего там делать вот любая женщина если захочет соблазнить мужчину вот поверьте она соблазнит а мужчина любой если захочет соблазнить женщину так знаете как ему надо постараться чтобы женщина обратила на него внимание вот не хочу и все вот не нравится и ты хоть там прыгай хоть на коне хоть как хочешь но не нравится а женщина если захочет то вы просто не хотите чувствовать себя женщина да волосики распустила да плачечка одела там или что-нибудь обязательно или в обтяжечку штанишки одела ну что лишние килограммы это тоже красивее все такое налитое то подумаешь там пять пятьдесят килограмм лишних ну и что в этом причина причина в голове если ты хочешь выглядеть на двести килограмм ты будешь так выглядеть понимаете вот так как ты себя понесешь замечательные слова великолепные слова я обязательно вам пройдет видео я обязательно вам его напишу обязательно вы перепишите на листочек и не теряйте время это не одного дня работы дать уверенности себе вы купаетесь не один же раз в месяц я хотя бы думаю раз в неделю а то и чаще голову то мы моем и все время не забывая где моя любимая волшебная расчесочка вот вот мои слова которые я буду читать вышла и красавец сколько б лет мне был шестьдесят семьдесят так какая разница вон видите старичка есть и старушечка то есть семьдесят пять лет там образная старушечка мы все молодые а там сидит такой же молодой вот вы такая идете красотка то есть на всех все могут читать эти слова и старушки и молодушки и юнцы молодые девчонки которые хотят чтобы понравится парням то есть для всех возрастов этот заговор который превратить превратит вас в богинь читаете набираетесь энергии набираете сознание что лучше вас просто в мире никого нет и пошла зима правда идет ну и что ну и что можно и зимой ходить так уверенно так красиво что ни один мужчина не пройдет мимо удачи вам всем ставьте лайки я желаю чтобы каждая девочка нашла мальчика а каждый мальчик нашел хорошую девочку потому что в семье но все равно же лучше девочек но все равно лучше не делайте не говорите никогда ой то они мне не нужны я не хочу даже таких слов вы же программу закладывайте себе они мне не нужны вас услышали наверху говорит да ей же мужики не нужны она же сама сказала ну так о чем мы будем ей посылать если ей не нужны и закрыли вам краник а потом выходит и говорит да что такое да никто даже не посмотрит я уже и так и всяко и никто внимания не обращает следите за своей речью никогда ни при каких обстоятельствах не говорите что мужики вам не нужны или же мужчины когда там мало ли что у вас в жизни случилось да ну их тех баб не хочу я с ними связаться но не хочешь и никто тебе не даст с ней связаться поэтому прежде чем ляпать язычком своим подумайте сто десять раз стоит ли это делать хорошо мы с вами встречаемся вечером вы не забыли семь часов вечера предсказания для моих любимых подружек но не пишите постараться заранее предупреждаю буду сердиться пока пока удачи вам всем девочки сегодня же напишу вам эти слова и это у вас просто в рамочке должно висеть на ванной после того как вы помылись взяла рамочку повесила и читаешь чтобы не было проблем потом мы не говорили что замуж не могу не хочу этого слушать пока